запустим линейную регрессионную модель разумеется она запускается в сессиям из опции налайс регресс линия зависимая переменная популярность фильма выраженная как количество пользователей поставивших оценку и к сами выступают переменный год смещенные вот ноль этим критиков смещенную 0 и еще три икса количество рецензий количество наград количество номинаций первый запуск он обычно пробный поэтому других настроек можно не доставлять запустим первая содержательная табличка в выдаче говорит об общем качестве регрессионной модели главный показатель здесь это р квадрат коэффициент детерминации показывает примерно сколько процентов вариации зависимой переменной объяснено построенной моделью в нашем случае 63 процента коэффициент детерминации изменяется от нуля до единицы 0 это значит что модель абсолютно бесполезна она не объясняет ничего сто процентов значит у нас абсолютная связь между иксами и игреком иксы полностью объясняют игрек в нашем случае 63 процента это много или мало для социологических исследований это очень много если обратиться к публикациям в рамках социологии в которых строятся регрессионные модели то вряд ли вы там найдете коэффициент терминации превышающий 63 процента обычно они гораздо ниже можно рассуждать и по-другому если ваша модель объясняет больше половины вариации игрека это значит что вы будете более чем в 50 процентах случаев правильно предсказывать значение игрека и реже чем 50 процентов случаев неправильно предсказывать значение игрека это грубая интерпретация но она очень простая и в качестве первичным подходит таким образом получается что 63 процента больше чем 50 процентов мы будем правильно предсказывать в 63 процентах случаях неправильно в 37 процентах случаев значит модель практически полезно прогрессионный анализ это группа статистических методов по статистические значит в них скорее всего предусмотрен какие-то нулевые гипотезы статистические гипотезы и относительно коэффициент терминации как раз сформулирована одна из статистических гипотез этого метода по аналогии с прочими h0 она звучит так r квадрат в генеральной совокупности равен нулю проверяется эта нулевая гипотеза посредством следующей таблички который называется а нова анализисов паренц дисперсионный анализ если значимость в правом столбце для таблички меньше пяти сотых то мы не принимаем нулевую гипотезу еще раз нулевая гипотеза в том что их квадрат генеральной совокупности равен нулю мы эту нулевую гипотезу не принимаем делаем вывод что генеральной совокупности р квадрат не равен нулю а чему он равен примерно вот 60 процентам суть любого дисперсионного анализа в том чтобы соотнести объясненную вариацию y в данном случае она находится в первой строчке таблицы с необъясненной вариацией и общей вариации y про игре здесь идет речь то есть про популярность фильма выраженную как число оценок поставленных пользователей и в нашем случае как раз если поделить эту величину на эту величину и получается 63 процента таким образом установили наша модель дает примерно 63 процента правильных прогнозов или другими словами на 63 процента математически объясняет y и r квадрат в генеральной совокупности не равен нулю в целом модель достаточно хорошие потому что больше 50 процентов объясняет рассмотрим ее содержимое 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 модели получит табличка кришенс как раз выражает содержимое главная идея регрессионной модели сосредоточена вот регрессионном уравнении в нашем случае искомое уравнение выглядит вот так если обобщать то уравнение линейной регрессии выглядит вот так y равняется константа в 0 это константа коэффициент при x 1 умножить на x 1 прибавить коэффициент при x 2 умножить на их стороне и так далее до последнего икса коэффициент при последнем иксе умножить на последний x у нас сейчас 5 иксов и 1 y y количество пользователей поставивших оценку константа коэффициент при первом иксе 1 x это год выпуск смещенный в ноль дальше коэффициент при рейтинге критиков смещенным в ноль и сам рейтинг критиков они перемножаются коэффициент при количестве рецензий и так далее 5 иксов 5 слагаемых плюс 6 слагаемые константа так выглядит регрессионное уравнение которое мы получили при предварительном запуске линейной регрессионной модели в выдаче из ps с уравнение записано немного в ином виде уравнение сосредоточено в первом и втором столбцах констант в нашем случае она равна 14879 минус 2343 умножить на год смещенный в ноль минус 607 умножить на рейтинг критиков смещенный в ноль плюс 570 умножить на количество лицензий критиков плюс 951 умножить на количество наград полученных его плюс 393 умножить на количество номинаций полученных фильм это уравнение для нашей выборки если мы хотим генерализовать это уравнение то есть говорить обо всей генеральной совокупности а именно это мы и хотим то следует обратиться к последнему столбцу в этой таблице в котором указана значимость константы и каждого из коэффициентов здесь мы встречаемся с еще двумя статистическими гипотезами заложенными в классической линейной регрессии первое из них константы в генеральной совокупности равна нулю это левая гипотеза в нашем нашем случае нулевая гипотеза не принята потому что сигнификанс для константы меньше 500 следовательно константы генеральной совокупности не равна нулю и в генеральное уравнение наша константа идет все пять коэффициентов при иксах тоже не равны в генеральной совокупности нулю то есть для каждого из них тоже формулируется h0 коэффициент при годе выпуска смещенный в ноль в генеральной совокупности равен нулю это h0 significance меньше пятисотых значит h0 не принимается значит коэффициент минус 2343 умножены на год выпуска смещенный в ноль идет в уравнение для генеральной совокупности и идут в это же уравнение все остальные четыре коэффициента и иксы можем ли мы этим ограничиться когда строим линейную регрессию не можем но почему казалось бы у нас хорошая модель потому что ее прогностическая способность довольно высокая все коэффициенты значимы не надо убирать из модели никакой из иксов силу его незначимость они все значим но у классической линейной регрессии есть ряд ограничений дополнительных технических критериях ее качества которые тоже следует проверить проверить выполняются ли в нашей модели эти критерии во-первых мультик линейность что такое мультик линейность это линейная корреляция между иксами сильная линейная корреляция ее не должно быть модели если у нас сильная линейная корреляция давайте проверим анализ корреляция гибель помещаем правое окошко все переменные которые сейчас анализируем в том числе и век нас интересует линейная корреляция поэтому оставляем именно коэффициент корреляции пирсона если среди иксов пара которая колерит коррелирует сильнее чем на 075 именно среди иксов то есть я сейчас смотрю в эту область таблицы и вижу что количество наград ожидаемо очень сильно коррелирует с количеством номинаций он 817 это очень сильная корреляция потому что коэффициент корреляции пирсона измеряется по модулю от нуля до единицы у нас близко к единице значения 0817 в качестве порогового значения я беру 075 0817 больше чем 075 мы нашли коллинеарную пару количество наград и количество номинаций между собой сильно коррелирует к чему это приводит это приводит к искажению регрессионных коэффициентах мы не можем в полной мере доверять вот этим двум регрессионным коэффициентом они искажены относительно истинного значения того и другого почему потому что между этими двумя переменами количество наград и количество номинаций есть сильная корреляция что в этом случае делать есть несколько вариантов самый простой из них из двух переменных выбрать одну это логично потому что если два икса очень сильно коррелирует с одним и тем же игреком то каждый из этих двух иксов как бы может выступать замены второго но какой выбрать из двух посмотрим в первый столбик с коэффициентами какое из этих его иксов сильнее коррелирует с игреком количество номинаций сильнее коррелирует с игреком поэтому предлагаю для итоговой модели взять именно количество номинаций и не брать количество наград перезапускаем регрессионную модель убираем количество наград и поскольку это уже будет итоговый запуск мы можем сразу выставить настройки для проверки других критериев классической линейной регрессии для этого мы нажимаем справа кнопку сейф и просим вывести предсказанные значения нестандартизованные и стандартизованные остатки continue ok в новой регрессионной модели r квадрат чуть меньше 62 процента и 8 десятых всегда убирая иксы из модели это приводит к снижению r квадрат но если мы убираем плохие иксы то снижение маленькое в нашем случае как раз такая ситуация x был плох потому что он сильно коррелировал с другим иксом каждый из этих двух коррелирующих иксов вполне неплохо заменяет 2 из этих из этой пары r квадрат значим в генеральной совокупности потому что significance меньше пятисотых коэффициенты изменились по сравнению с теми которые были в первой модели поскольку это итоговая модель я записал эти коэффициенты в регрессионное уравнение вместо слов коэффициенты я писал сами значения это наш игрек количество пользователей поставивших оценку константа минус 2492 умножить на год выпуска минус 566 умножить на рейтинг критиков прибавить 599 умножить на количество номинаций давайте детальнее рассмотрим все эти числа начинаем с константы всегда константа это величина y в случае когда все иксы равны нулю именно для того чтобы можно было нормально интерпретировать константу мы предварительно создавали смещенные в ноль переменные 14659 именно столько оценок согласно нашей модели должно быть у фильма если он вышел в 2007 году если у него минимальный рейтинг от критиков то есть на самом деле единичный рейтинг 11 балл если у фильма нету рейтинг и критиков если он не был номинирован ни на одну награду вот тогда у фильма будет 14659 пользовательских оценок на сайте mdb таким образом константа это некоторая точка отсчета от которой мы отталкиваемся интерпретируя остальные слагаемые в этом уравнении поэтому очень хорошо когда константа поддается содержательной интерпретации представьте себе что мы не смещали бы год выпуска в ноль и рейтинг критиков не смещали бы в ноль тогда мы получили бы константу которую нельзя содержательно проинтерпретировать потому что не бывает фильмов снятых в нулевом году нашей эры и потому что шкала рейтингов критиков не предполагает оценку равную нулю баллу значит константа перестала бы быть интерпретируемой содержательно она превратилась бы в абстрактный математический конструкт не имеющий содержать на интерпретации это затруднило бы понимание регрессионной модели переходим к интерпретации четырех иксов оказалось что 2x ведут к снижению популярности фильма это год выпуска и рейтинг критиков то есть чем более недавно вышел фильм тем меньше у фильма оценок пользователей это мы предполагали но оказалось что чем выше рейтинг критиков у фильма тем опять же ниже популярность фильма на сайте mdb в плюс работают количество рецензий критиков то есть видимо пользователь сайта смотрит много у фильма рецензий мало рецензий если рецензий много то это само по себе способствует тому что человек смотрит фильм и соответственно выставляет последующим последствия ему оценку и количество номинаций опять же потенциальный зритель смотрит насколько номинации фильм был насколько наград фильм был номинирован если он был номинирован на много наград то это повышает вероятность того что потенциальный зритель посмотрит этот фильм и поставили этому фильму впоследствии какую-то оценку какой из иксов сильнее влияет в минус в абсолютных значениях сильнее в минус влияет год выпуска но шкала годов выпуска у нас содержит всего 11 значений седьмой год восьмой год и так далее вплоть до семнадцатого года включительно а шкала рейтинг критиков содержит получается 100 значений до от 1 до 100 100 значений исходные перемены у нас на перекодирована нет не меняет того факта что в этой переменной 100 значений поэтому максимально снизить популярность фильма рейтинг критиков может сильнее чем год выпуска 2492 мы можем умножить максимально на 11 и получим число чуть больше минус 25 тысяч а рейтинг критиков может нам дать число 56 тысяч если мы можем этот коэффициент на максимально возможное значение в нашем случае это 99 мы получим примерно 56 тысяч со знаком минус получается что масштаб шкалы одного и другого икса влияет на реальную способность каждого из них уменьшить значение y чтобы посмотреть на эту способность уменьшить значение y без относительно масштаба шкалы каждого из иксов есть столбик который называется standardized coefficients или бета и он показывает что действительно рейтинг критиков чуть сильнее влияет в минус чем год выпуска значение стандартизированного коэффициента по модулю для рейтинга критиков чуть больше чем для года выпуска если же мы сравним и они очищены от масштаба шкалы каждого из иксов мы увидим что сильнее всего по модулю влияет количество лицензий критиков получается согласно нашей модели что потенциальный зритель ориентируется из этих четырех характеристик прежде всего на количество рецензий критиков чем больше фильма рецензий написаны критиками тем больше у него оценок со стороны зрителей то есть скорее всего тем больше людей смотрят этот фильм у которого больше рецензий критиков давайте обратимся к базе и посмотрим какого фильма больше всего рецензий критиков и вуаля форма воды the shape of water имеет больше всего рецензий мы его очень много оценок пользователей есть фильмы которые больше гораздо больше но все равно 249 тысяч это немало а какого фильма больше всего пользовательских оценок на момент 2017 года у темного рыцаря у темного рыцаря почти 2 миллиона пользовательских оценок у формы воды примерно 250 тысяч почему же я говорю что 250 тысяч это все равно много давайте посмотрим снова табличку с описательными статистиками которые получили когда выполняли процедуру explore медиана для игрека 7290 всего 7000 и 7290 оценок средний арифметическая 47127 мода здесь нет но мода там вообще в районе минимума минимум мы за минимум мы взяли 30 мы не брали фильм у которых меньше 30 пользовательских оценок у формы воды 250 почти средний 47000 медиана 7200 поэтому конечно формы воды гораздо больше чем средний чем медиана поэтому можно сказать что много много пользовательских оценок у фильма формы воды подводя промежуточный итог можно сказать что он сильнее всего в минус в абсолютных значениях в имеющихся единицах измерений влияет год выпуска чем более новый фильм тем меньше у него пользовательских оценок в плюс сильнее всего в абсолютных значениях влияет количество номинаций опять же именно в единицах измерения этой переменной то есть в штуках единицах номинаций если рассматривать очищены от единиц измерения от масштаба каждого из иксов сильнее всего в плюс влияет количество лицензий критик таким образом мы рассмотрели совокупности влияние четырех иксов на y и мы знаем теперь насколько меняется y при увеличении каждого из иксов или уменьшение каждого из иксов при увеличении года выпуска количество оценок у фильма падает примерно на две с половиной тысячи при подаче фильма на одну дополнительную номинацию количество пользовательских оценок вырастает примерно на тысячу мы можем не ограничиваться такими абстрактными рассуждениями мы можем посчитать основы из на этих коэффициентах для всей совокупности иксов чему должно быть согласно нашей модели равно значение числа пользовательских оценок чтобы было удобнее считать я перенесу эту табличку в экселевский файл ставил табличку с каждым я хочу узнать какой будет игрек для фильма выпущенного в десятом году у которого 50 оценок 50 баллов рейтинг критиков 100 рецензий написано критиками и он не подан ни на одну номинацию эти две переменные у нас были сдвинуты в ноль я должен это учесть поэтому для модели значение этих иксов будут 3 и 49 соответственно беру константу перемножаю каждый каждый из коэффициентов на значение икса и суммирую получается что у такого фильма будет примерно 35 342 пользовательские оценки что меньше среднего числа пользовательских оценок но больше чем медианное число пользовательских оценок фильмы 2010 года есть в моей базе но линейная регрессия может выступать как по настоящему прогностический инструмент поэтому я могу попросить рассчитать для фильма выпущенного например в 2020 году то есть все основные характеристики остаются такими же но выпущен в 2020 году допустим уже за первые месяца двадцатого года критики уже успели написать 100 рецензий ну ладно допустим не успели я уменьшу что рецензий что произошло с величиной илька она ушла в минус минус количество пользовательских оценок может быть такое конечно мне такого быть не может не может быть отрицательным число пользовательских оценок поэтому фактически мы говорим о том что 0 будет число пользовательских оценок при таком сочетании иксов согласно нашей модели а минус 39 921 это уже абстрактный математический конструкт который не поддается интерпретации поддается число 0 поскольку еще раз число оценок не может быть отрицательным таким образом получается что фильм который только что вышел у которого уже есть некоторые рейтинг какой бы он ни был даже если 100 поставить наверное это не справит ситуацию а это еще ухудшает ситуацию правильно то что у нас же минус у рейтинг критиков получил небольшое число рецензий еще не номинировался никуда получит 0 пользовательских оценок то есть еще по сутик никто не не успеет посмотреть этот фильм я думаю так можно интерпретировать допустим теперь я хочу подобрать такое сочетание значений иксов которые даст мне медианное значение y я напомню что медианное значение века примерно 7000 7000 пользовательских оценок сейчас при таком сочетании 10000 я могу чуть-чуть уменьшить рейтинг этого недостаточно то есть не количество лицензий уменьшить а рейтинг наоборот могу немного увеличить рейтинг от критиков и еще увеличить ну и допустим в год и не могу еще увеличить содержательно математически могу поставить 20 21 но будет в этом смысла почему нет я же предсказываю на 21 год предсказываю вот уже ушел я ниже медианы поэтому снова уменьшу рейтинг увеличить число рецензий ну почти 7000 могу еще попробовать здесь количество номинаций хотя бы одну сделать вот больше 7000 примерно медиан при таком сочетании значений иксов я получаю медианное значение числа пользовательских оценок для фильмов зачем это нужно зачем подбирать какие-то значения иксов чтобы получить какое-то значение и века допустим я продюсер я планирую выпустить какой-то фильм и хочу чтобы у него было определенного уровня популярность число пользовательских оценок коррелирует с общим количеством просмотров фильмов следовательно коррелирует с кассовыми сборами у меня есть некоторый ориентир по кассовым сборам которые должен получить я под этот ориентир примерно могу посчитать какая популярность должна быть на сайтах типа amdb типа кинопоиска и так далее рот энтоматом и под эту популярность я уже могу выбирать значение иксов сейчас я подобрал какие-то иксы в реальности я могу контролировать допустим год это некая производственная данность предполагается выпустить фильм 2021 году значит стоит 2021 год рейтинг критиков какой-то мере можно на него влиять даже не вполне этичным путем типа подкупа номинировать фильм на награды вполне почему нет обращаться к каким-то знакомым критикам с тем чтобы они писали лицензии просто писать не важно каково содержание важно какое количество тоже почему нет можно организовать таким образом я рассчитываю игрек исходя из предполагаемых показателей и затем стараюсь в реальности воплотить эти показатели в жизнь чтобы у меня было примерно столько-то рейтинг примерно такое-то количество рецензий и такое-то количество номинаций для моего фильма в реальности и ожидаю получить соответствующую популярность и как следствие соответствующие кассовые сборы и вот я такой приложил много усилий времени денег на то чтобы достичь целевых показателей а вдруг моя модель на самом деле плохо работает или целевые показатели по иксам не дадут целевой показатель по игреку давайте посмотрим на то как относительно имеющихся фильмов работает модель именно для этого мы сохраняли критикат валюс резидиал сан стендер даст напомню какой-то делали анализ регресс линии сейф и вот эти три галочки дали нам три переменные они в конце файла были я их переместил поближе к игреку игрек это вот число пользовательских оценок реальное число пользовательских оценок для фильма форма воды реальное число примерно 250 тысяч предсказанная моделью примерно 740 тысяч наша модель предсказала гораздо больше почти в три раза больше оценок почти в три раза большую популярность этому фильму чем есть в реальности переменная res 1 это переменная on standardized residual не стандартизованные остатки показывает как раз разницу между реальным числом пользовательских оценок и предсказан она отрицательная данном случае то есть модель завысила число оценок относительно реального числа а у следующего фильма звездные войны наоборот занизила должно быть примерно 750 тысяч а получилось примерно 550 тысяч и как мы видим по переменной с остатками здесь довольно много отклонений в плюс и в минус самая маленькая по модулю из тех которые сейчас видны на экране это 3000 оценок для фильма drive предсказанное значение почти совпало с реальным значением поэтому остаток не стандартизованный сравнительно мало можно прокручивать вниз и видеть что да где-то остатки больше где-то остатки меньше возникает вопрос каково пороговое значение которое подскажет нам что такая разница между предсказанием и реальностью неприемлемо а такая-то разница приемлемо ну во первых это пороговое значение может быть выведена из каких-то реальных практических соображений в моем случае поскольку я на самом деле не продюсер у меня нет такой практики я не знаю поэтому я буду ориентироваться на математический порог математический порог рассчитывается на других остатках на стандартизированных остатках остатки стандартизируются чтобы подчиняться определенному статистическому закону распределения потому что только после стандартизации после приведения форму распределения под какой-то закон мы можем пользоваться общепринятыми пороговыми значениями в данном случае речь идет о нормальном законе распределения для которого для 95 процентной уверенности 95 процентного доверительного интервала найдено пороговое значение равное по модулю 1 и 96 все остатки которые по модулю превышают 1 и 96 считаются значимыми не игнорируемыми которые по модулю меньше наоборот игнорируемые если по модулю меньше значит отклонение несущественно например как раз для фильма драйв отклонение несущественно но и для фильма про митэй тоже отклонение несущественно и для фильма skyfall отклонение несущественно ну и так далее много здесь фильмов для которых отклонение предсказанное значение от реальных значений несущественно но и много фильмов для которых отклонение существенно перед нами 20 фильмов а всего и в базе много тысяч давайте посмотрим на общую картину остатков для этого воспользуемся описательной статистикой поскольку стандартизированные остатки являются количественной переменной использую опцию explore беру стандартизированные остатки захожу в plots убираю стайм отлив ставлю гистограмму чтобы посмотреть математическую оценку нормальности посредством критерий калмогорова смирнова ставлю галочку нормальный тип плот с и запускаю согласно гистограмме распределением не очень похоже на нормальное но по крайней мере оно симметричное как я уже говорил симметричность распределения является некоторым субститутом его нормальности потому что нормальное распределение в социологическом анализе данных почти никогда не достижимо симметричное распределение остатков уже хорошо мы видим кроме того что в районе двух минус двух плюс двух сосредоточена большая часть наблюдений а за границу минус двух в минус и плюс двух в плюс выходит визуально немного фильмов есть конечно очень большие остатки судя по всему здесь есть какой-то столбик очень низенький но есть очень большой остаток 20 с лишним это очень много то есть какие-то фильмы очень плохо предсказались нашей модели но большинство еще раз предсказались в пределах нормы вспомним r квадрат для нашей модели 62 с чем-то процента и действительно мы увидели что большинство даже пожалуй больше 62 процентов находится в области низких стандартизированных остатков незначимых стандартизированных остатков то есть отклонение предсказанных значений от реальных незначимо для этих фильмов это хорошо дополнительные графики для анализа ненормальности ну в общем нет смысла их рассматривать потому что у нас явно сильно ненормальное распределение и критерий Калмогорова Смирнова с поправкой или форса говорит о том что да у нас распределение ненормальное смотрим на сигнификанс сигнификанс меньше 5 сотых значит нулевая гипотеза не принята какая здесь нулевая гипотеза нулевая гипотеза здесь что разница между нашим распределением и эталонным нормальным распределением равна нулю 한 Ich она не принята значит есть разница между эталонным нормальным распределением и нашим распределением по графику мы это видели дополнительные графики для того чтобы это видеть и бокс плод который показывает да что наши остатки в основном концентрируется в районе 0 это хорошо есть очень большие выбросы самым большим выбросом является фильм расположены сейчас строчки номер 35 давайте посмотрим что же это за фильм мы его уже видели это фильм темный рыцарь 35 строка темный рыцарь у него в реальности очень много непредсказуемо много пользовательских оценок это фильм который существенно превысил популярность которую можно было бы предсказать согласно нашей модели по счастью большинство фильмов предсказывается нашей моделью вполне приемлемо например три фильма которые идут над темным рыцарем они предсказываются вполне приемлемо потому что стандартизированные остатки по модулю меньше 1 и 96 ну или округлить если меньше двух по модулю нормальность остатков является как раз еще одним техническим критерием качества реверсионной модели субститутом этого критерия является симметричность распределения остатков в нашем случае распределение довольно симметрично хоть и ненормально поэтому можем сказать что наша модель не дотягивает до идеала по этому критерию но все-таки все-таки норм и концентрация стандартизированных остаток остатков в районе нуля это тоже очевидно критерий того что модель не так плохо и последний критерий технический критерий качества модели из минимального джентльменского набора критериев для линейной регрессии социологическим анализе данных потому что других науках статистических других отраслях анализа данных больше критериев принципе и в социологическом анализе данных критерий больше но мы рассматриваем минимальный джентльменский набор так вот последним техническим критериям качество висионной модели линейной регрессионной модели из этого набора выступает гомоскедостичность гомоскедостичность если есть гомоскедостичность стоит хорошо если не гомоскедостичность то есть гетероскедостичность то это плохо гомоскедостичность говорит о том что мы можем доверять качеству прогноза для любого икса для любого значения любого икса то есть у нас качество примерно 62 процента и она стабильно для любого значения любого из наших иксов 4 если гетероскедостична модель то мы не можем в полной уверенности прибывать что для любого икса ты любого его значения качество прогноза остается одним и тем же она будет скакать каких-то случаях она будет выше каких-то она будет ниже надо предпринимать дополнительные усилия смотреть допустим на графике чтобы понять где выше где ниже как оценить гомоскедостичность в анализе данных и в эконометрике разработано довольно много вариантов в основном они привязаны к уже известным методом которые применяются самостоятельно но могут применяться и как раз для оценки гомоскедостичность чтобы понять суть гомоскедостичности то какие методы применимы для ее оценки рассмотрим графическое представление гомоскедостичности для этого снова вызываем граф счет билдер скатер дот возьмем x который сильнее всего влияет на y с учетом очистки от масштаба шкалы это переменная нам критерию количество рецензий критиков на ось y поставим остатки можно поставить любые остатки поскольку форма распределения и у не стандартизированных остатков и у стандартизированных одинаково и здесь поставим не то есть среднюю начну и еще на график добавим стандартные отклонения пусть будет мальтиплайер один чтобы они не вылезали сильно в отрицательную область вот эти отростки это вариация остатков то есть средний остаток допустим для фильма у которого примерно 950 рецензий вот средний остаток у него находится в районе минус 8 на глаз минус 8 у него нет вариации то есть здесь мало фильмов скорее всего поэтому вариации нету а вот здесь имеется вариация то есть для фильма у которых примерно 680 рецензий критиков среднем остаток равен около четырех при этом есть фильмы у которых остатки выше есть фильм у которых остатки ниже то есть которые предсказываются хуже остатки выше и лучше них остатки ниже есть тоже отросток причем мне кажется он один из самых длинных фильма у которых примерно 300 рецензий критик для них остатки в среднем равны примерно 2 но есть фильмы которые хуже хуже оценились наши модели них остатки выше есть фильмы которые лучше оценились них остатки ниже по модулю а потом снова в минус уходит уже опять-таки хуже оценивать хуже всего когда изменение длины отростков подчиняется какой-то закономерности особенно линейной закономерности вот здесь визуально кажется что отростки все растут и растут и раздуме до сюда еще может быть даже линейно не возрастают вот на этом диапазоне от 0 до 400 с лишним рецензий критиков отростки вырастают потом они резко растут падают где-то снова раз убит и снова они в ноль уходят в общем здесь на этом диапазоне закономерности явной нету здесь вроде как закономерности есть не факт что мы линейная но вроде она есть то есть наша ситуация не идеально какая-то гетероскедастичность судя по графику похоже есть визуальном оценить ее точно не можем поэтому надо прибегать к математическим медным оценки чтобы выяснить математически нам всего лишь надо узнать связаны ли величина остатка с значениями x а каждого из иксов если закономерности есть значит гетероскедастичная ситуация если закономерности нету значит гомоскедастичная если мы хотим линейную связь между иксами и остатками проверить то мы можем прибегнуть либо коэффициенту корреляции пирсона и сделать в нашем случае четыре отдельных коэффициента корреляции или поместить все иксы вот вспомогательную регрессионную модель где в качестве y поставить как раз остатки давайте прибегнем именно к вспомогательной регрессионной модели благо это очень легко сделать можно запускали на просто надо поменять реальный y на остатки я работал сейчас созре 1 буду работать дальше ставлю остатки и чтобы у меня не сохранялось лишнего я уберу те галочки которые выставлял раньше итак я сейчас узнаю как связаны иксы с величиной остатков если какая-то линейная зависимость р квадрат равен нулю это хорошо это значит что линейной зависимости похоже нет посмотрим по каждому отдельному иксу significance для всех четырех иксов единичная то есть линейно не зависит величина остатков от значение иксов ног линейно не зависит а может быть зависит криволинейно или как промежуточный вариант зависит монотонно что монотонную зависимость проверить надо использовать соответствующие коэффициенты прежде всего подходит коэффициент ранговой корреляции спирмана аналайз коррелейт и верит иксы остаются y надо убрать и награды нам не нужны не нужны нам награды а вставить нужно опять таки переменную с остатками и вызвать спирмана вместо пирсона монотонная связь уже имеется есть значимые закономерности то есть уже с точки зрения монотонной связи наша регрессионная модель которую мы уже когда-то построили вы на может быть уже забыли про нее табличка с регрессионными коэффициентами которые выражают как раз нашу модель вот она вот эта модель оказывается гетероскедастично с точки зрения монотонной связи линейно она гомоскедастично монотонно она уже гетероскедастично то есть содержательно следует быть осторожным распространяя процент правильных прогнозов 63 на какие-то конкретные участки значений каждого из иксов в реальности такую осторожность мало кто проявляет и просто констатирует факт что модель гетероскедастичный значит процент 63 не везде актуален где-то он выше где-то он ниже там где отростки меньше там правильный процент выше там где отростки больше там наоборот процент правильных предсказаний ниже ну и соответственно среднее значение остатка где выше там правильный прогноз ниже можно проверить и на криволинейную закономерность то есть посмотреть а не зависит ли остатки от иксов криволинейно чтобы это проверить подходит например дисперсионный анализ можно запустить 4 раза дисперсионный анализ а можно использовать более продвинутый инструмент обобщенный линейной модели аналайз general linear model и у него рейт помещаем остатки в дипе на твою руку а иксы рейтинг критиков который смещен в ноль год выпуска который смещен в ноль и количество рецензий и количество номинаций fixed factors поместили заходим кнопочку model custom и выбираем все четыре икса и как главный эффект и помещаем направо как главный эффект main effect continue ok после выполнения алгоритма нам нужна последняя табличка tests of between subjects effects по этой табличке мы смотрим на строчки соответствующие к сам и нас в последний столбик significance все significance меньше пятисотых то есть и здесь тоже отклонились нулевые гипотезы у равенстве коэффициентов нулю а лучше бы они конечно принялись данном случае это нулевые гипотезы потому что отклонение нулевых гипотез говорит о том что остатки зависят криволинейно от иксов от значений иксов то есть опять же гетероскедастичная ситуация подводя промежуточный ток получается что наша регрессионная модель линейно гомоскедастична а монотонно и криволинейно гетероскедастична криволинейная связь она самая чуткая самая точная поэтому надо сделать вывод если делать общий вывод надо сделать общий вывод что у нас модель все-таки гетероскедастична и лучше делая прогноз по каждому конкретному иксу смотреть на те же графики когда иксов много затруднительно поэтому редко кто смотрит просто надо понимать что 63 процента это точность прогноза усредненная а для каждого конкретного значения каждого конкретного икса она может варьировать довольно широких пределах чтобы нормально работать ситуации гетероскедастичности нужен специальный инструментарий специальное приложение какое-то статистическое и тогда это можно будет нормально учитывать но пока просто обычно констатируется ситуация гетероскедастичности как нежелательное но с которой как бы приходится жить подводя итог нашей регрессионной модели можно сказать что с точки зрения иксов и игрека как отдельных переменных некоторые из них были хуже для регрессии те которые имели маленький разброс большое количество выбросов большую смещенность другие иксы лучше для линейной регрессионной модели те которые имели большой разброс при этом мало выбросов и не были смещенными полученная регрессионная модель имеет качество выше среднего 63 процента общее прогностическое качество модели по техническим критериям качества мы привели модель к тому чтобы в ней не было мультику линеарности мы увидели что остатки распределены симметрично не нормально но симметрично что они концентрируются в районе нулевых значений и очень малое число выходит за значение равное 2 ну или 1 и 96 если быть более точным кроме того наша модель гетероскедастично с точки зрения монотонной и криволинейной связи значит точность прогноза равная 62 с лишним процентом она варьирует для конкретных значений иксов поэтому не совсем стабильно качество прогноза тем не менее этой модели можно пользоваться и строить прогнозы какой будет популярность фильма зависимости от года его выпуска от рейтинга который выставит ему критики от количество лицензий написанных критиками на этот фильм и количество номинаций на которые этот фильм был подан это линейная регрессионная модель бывает что линейная связь слишком просто для того чтобы отразить имеющиеся закономерности тогда лучше прибегнуть к другим семейством кривых но другие семейства кривых они гораздо труднее с точки зрения интерпретации хотя потому что там придется искать экстремума точки перегиба и так далее но представлять себе нужно ли искать нужно ли стремиться к другим формам связи или достаточно обойтись линейный в первом приближении можно чтобы это сделать можно воспользоваться такой опции которые есть в методах регрессионного моделирования она называется кровь эстимейши подконка кривых давайте посмотрим наш x который а сильнее всего без учета масштабы переменной влияет на игрек для него какая форма была бы лучше чем линейные игреку dependent x и только linux может быть помещен в интерфейсе spss и формы которые мы можем вызвать можно все вызвать кроме пожалуй логистической чтобы не придумывать верхнюю границу то есть уже даже здесь нужен некоторый уровень анализа и посмотрим spss показал все возможные функции которые на наших данных могут быть построены допустим квадратическая функция дает р квадрат выше чем линейные кубическое тоже экспоненциальные меньше то есть при большом желании можно организовать кубическую зависимость ради самый большой парад дает кубическую зависимость между количеством лицензии критиков и нашим игреком можно это сделать но это довольно таки трудоемко и это приведет к увеличению р квадрата в принципе 10 процентов пунктов немаленького увеличения можно потрудиться чтобы достичь его но это за рамками курса а касательно линейной регрессии с главными эффектами на этом пожалуй все